погода нормализовалась сейчас весенняя пора на деревьях листики распускаются подснежники уже сошли сейчас будут расцветать новые цветы радовать наш глаз а мы будем теперь часто готовить на природе благоустроим наше место поставим казан может быть даже сделаем какой-то небольшой тандыр и будем выпекать выпечку делиться с вами а вы уже будете по нашим рецептам если пожелаете готовить у себя муки для замеса возьмите столько сколько нужно например 2 килограмма если вы решили сделать именно тонкий лаваш то тесто нужно замешивать покруче соли добавляйте 2-3 процента к массе муки и постепенно добавляйте воду из кувшина то есть фильтрованную соль вы можете предварительно развести в воде и также добавить а можно как сейчас я при замесе на сделать его небольшое углубление добавить соль размешать ее и дальше продолжить уже замес руками если по каким-то причинам вы не знаете сколько у вас муки при замесе вы не можете рассчитать количество соли которая нужно добавить нету под руками не весов то есть абсолютно ничего делайте проще берите в стаканчики воду добавляйте соль и пробуйте на вкус вода должна быть немножечко пересоленой то есть пробуйте по вкусу воду подсолите если нужно разбавьте ее именно такой консистенции должна быть вода при добавлении ее в муку то есть попробуйте если вам нравится то количество соли в воде которое вы добавили значит на такой воде продолжайте делать замес если вы чувствуете что вода недостаточно соленая то добавьте еще немножечко соли таким образом вы в следующий раз просто будете условно делать все на глаз и выпечку вас будет получаться прекрасное вкусное и хорошего качества многие считают что добавление молока в тонкий лаваш необязательный процесс отчасти я с этим соглашусь но если вы попробуете добавить небольшое количество молока оно придаст некую эластичность вашим лепешкам а также слегка будет отбеливать сам мякиш то есть тесто становится без излишек без такого излишества жира она будет также оставаться эластичным упругим но в то же время влага в лепешках при хранении будет сохраняться дольше поэтому буквально грамм 50 небольшое количество молока к подсоленной воде я добавляю в тесто делаю это я не всегда это я вам просто еще сейчас показываю именно на камеру что да так тоже можно делать если у вас есть например йогурт домашний также две-три столовые ложки к замесу сделают ваши лепешки только лучше если вы используете например пшеничную закваску и у вас нету под руками йогурта допустимо также добавить небольшое количество закваски при этом тесто будет храниться в холодильнике она будет становиться еще вкуснее это больше разносторонняя информация для размышления для того чтобы вы не боялись добавлять в тесто дополнительные свои ингредиенты такие как закваска йогурт кисломолочный потому что кисломолочный йогурт также в себе содержит молочнокислые бактерии и благотворно они влияют на тесто при долгой холодной ферментации но например дрожжи добавлять в лаваш я бы не рекомендовал потому что дрожжи дают наоборот подъем который в принципе в лаваше и не нужен вы видите что в упругом тесте остаются такие как бы не промешанные частички это нормально потому что не все могут с первого раза промесить тугое тесто оставьте его в покое минут на 15 через 15 минут подойдите к тесту обомните его она станет уже мягким вот эти кусочки будут растворяться расходиться сделайте потом еще одну обминочку через полчасика через часочек и отправьте это тесто в холодильник все больше ничего с этим тестом не нужно делать все а дальше уже это тесто можно использовать по своему усмотрению тесто пролежала ночь в холодильнике она стала мягче легко делится на кусочки а это мы готовили вчера вытяжной сыр вечером оставили себе палочки немножечко их подкоптили холодным копчением сейчас будем использовать их в качестве начинки нравится то что это тесто можно использовать абсолютно в любых устройствах вот в данный момент именно в аэрогриле также можно придать любую форму вашим изделиям например в виде квадратиков виде треугольничков при запекании в духовке сверху можно смазать взбитым яйцом так как это тесто не содержит сахар изделия из него нужно выпекать при высокой температуре 215-220 градусов предварительно разогрев духовку вместе с камнем если вы не используете камень то просто разогреть ее также предварительно это обычное тесто соль вода будем отпекать лепешки тонкие на обычной чугунной сковородке после замеса теста дайте ему отдохнуть в холодильнике пару часов а лучше на ночь не нужно идти ни в какой магазин покупать тонкий лаваш вы его можете теперь приготовить дома самостоятельно их получается много и можно делать абсолютно с разными наполнениями со свежими салатами помидорчик огурчик добавить сырок кто-то желает котлетку положить все вот так заворачиваете чугунная сковородка разогревается без добавления масла такие лепешки можно сделать даже на индукционной плите а широта применения их безгранична когда я жарю лепешки я их прикрываю крышкой так они получаются не пересушенными это я уже поняла по опыту складывайте лепешки друг на друга а когда остынут храните их прохладном месте например в холодильнике положив это все в пакет такие лепешки подойдут как заготовки для мини пиццы а а привет ребят решил также сегодня поучаствовать в кадре в съемочном процессе ну что сказать съемочном мы просто решили сегодня приготовить вкусное блюдо кутабы и так как погода нам позволила мы достали наши любимые камешки для таких целей как раз сейчас новый сезон и мы будем по многочисленным вашим просьбам готовить больше на природе то есть и готовить больше выпечки так как тема хлеба выпечки в домашних условиях на природе она она стала еще более актуальная в наше время то муку которую мы будем использовать мы также все вам будем в описании оставлять и вот посмотрите у нас как раз лежал вот такой небольшого диаметра камень толщиной два с половиной сантиметра для того чтобы камень у нас хорошо прогрелся мы используем подставку квадратную тоже специальную можно которую использовать и под большие квадратные камни под камни гриль также и маленький камушек посередине хорошо становится ребят если у вас на момент вашего вдохновления под руками нет камни используйте например даже чугунную подставку если у кого-то старая печка например была толстую железную пластину можно использовать кто-то использует даже бочки очень кстати тоже хороший вариант обратную сторону крышки казана которая подходит у нас по дучах в общем много много чего можно использовать хорошо подходит для кутабов толстые сковородки чугунные поэтому ребят но когда на открытом огне готовим именно на камни и потом прикрываем этот куб таб крышечкой сверху чтобы он пропекался у нас еще передается аромат дыма и получается что естественно пища обогащается вкус ароматическими веществами как бы немножко прокапчивая поэтому здесь очень классно готовить именно на открытом огне кстати как раз вот такой камушек для пиццы круглый он стоял у нас и в обычной духовке чтобы камни оставались чистыми лучше использовать пергаментную бумагу или фольгу делаем кутабы тесто тоже самое мука вода и соль по желанию можно добавить немного молока если вы не знаете сколько вносить соли добавляйте 2-3 процента к массе муки консистенция упругость теста должна быть для кутабов немножечко помягче на тонкие лепешки добавляйте меньше воды и обязательно дайте тесту отдохнуть минимум 2 часа сделайте несколько обминок для однородности тесто универсальное поэтому мы его так любим тесто делим на равные кусочки примерно по 100 грамм вы можете заранее накатать шариков и положить их на подносик в холодильник используйте их в течение нескольких дней подряд кутабы будем делать с нашим сыром и овощами сырой картофель натираем соломкой все тесто я округлила эти шарики теперь полежат некоторое время на столе их делаем для того чтобы их легче было раскатывать и закладывать начинку к дополнению своим овощам я буду использовать замороженную смесь здесь ваша фантазия безгранично вы можете добавить абсолютно любые овощи свежие или замороженные овощи режем не слишком толсто но и не слишком тонко полукольцами лучок, грибочки и помидорчик благодаря такой нарезке помидорчик даст нам сочность а лук быстро приготовится добавляем соль, перец можно также добавить любые пряные травки получилась аппетитная, яркая, сочная, красочная овощная смесь такая понравится начинка всем и детям, и взрослым и пожилым людям при этом кутабы получаются нежные и обалденно вкусные так как у меня свежей зелени нет под руками я добавлю еще тимьян и мяту это фантастически вкусное блюдо тесто сподручное тесто как дежурное всегда должно быть у вас в холодильнике абсолютно всех ингредиентов по чуть-чуть и получается целая большая чашка замечательной вкусной начинки например эта начинка подойдет к мантам если вы любите манты с мясом то можете добавить мяско и эту начинку будет замечательно сочно то же самое касается теста мы например с него делаем манты, вареники, пельмени, лепешки и тонкую пиццу это как раз обрезки от приготовления сыра обрезки могут оставаться абсолютно от любого сыра здесь у меня например сыр после прессования вот это беленький сыр это еще свежий сыр морбье когда мы переворачиваем вот эта поверхность которая выходит из формы я обрезаю ножом потом собираю в баночку и когда нужно знаю что у нас будет выпечка и это все мелко перерубливаю и добавляю в начинки это кусочки зрелого сыра будет замечательно подходить друг к другу когда вы добавляете зрелый сыр и свежий сырочек это головочка сыра легера с добавлением ореха кешью такое произошло у меня когда я сыр стала выбивать из формы но не подрасчитала свои силы и просто она получается у меня разорвалась вот как раз вот такие вот сыры которые у нас деформировались деформируется я использую для приготовления выпечку или просто так покушать можно а как раз орешки отлично подойдут к нашей начинке куда бы можно делать несколькими способами закрывать друг на друга добавить начинку и закрыть вторым раскатанным листом или же в форме чебуреков пока разогревается наш камень мы сделаем первый кутаб на чугунной сковородке кутабы складываю на раскаленную сковородку и отпекаю на медленном огне под крышкой и первый кутаб на сковородке готов поэтому я сейчас сделаю много заготовок и пойдем на улицу отпекать кутабы жикарные они посмотрите начинки добавляем немало вот самый вот раз она получается нежная абсолютно вся готовая особенно когда картошечку вы делаете соломкой здесь есть маленький секрет когда вы закрываете кутаб если вы орудуете вилкой то нужно не вот так сильно нажимать иначе вы просто порвете и будут дырочки а вот как будто вилочка просто съезжает с горки тогда кутаб хорошо закрывается и остается абсолютно целой вы тесто не рвете также переворачиваем с другой стороны и проходимся видите вилочка у меня съезжает здесь получается надавливаю сильней а здесь нет здесь совсем чуть-чуть все пошлите на улицу и так 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 удобная штука параллельно отпекаем кутабы и на улице и на сковороде Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И как раз обзор именно этого камня у нас есть на канале. Как вы уже увидели из этого видеоролика, то что из одного и того же теста можно приготовить просто широчайший ассортимент изделий. Ну а такие приспособления, такие гаджеты для выпечки, как камни, расширяют функционал вашего мангала, ну или обычной печки на обычных кирпичах. Лепешки получаются шикарные, красивые и вкусные. Ни в какое сравнение они не идут с магазинным лавашом. Остается лишь заранее сделать тесто и использовать его по назначению в течение недели, как делаем это мы. Ну а выпечка с семьей еще и сближает. В данный момент мне помогают мои дети. Мы сейчас отпустили маму домой. Она занята по домашним делам. Ну а мы здесь продолжаем готовить лепешки. А это тесто с добавлением пряных трав и сухого чеснока. Продолжение следует... Тонкий лаваш это настолько классная и удобная форма хлеба, что желаю всем попробовать, хотя бы попробовать, приготовить самостоятельно дома. А дальше вы уже решите, что лучше для вас. Магазинный хлеб или тот хлеб, который вы делаете своими руками. Ссылочки на камень и стед под видеороликом. Подписывайтесь на наш канал. А еще на камне можно подогреть вчерашнюю пищу. Например, если у вас остались шашлыки, точь-в-точь, как будто вы их только что приготовили. Друзья, лично от себя желаю вам приятного аппетита, так как я дожариваю последнюю лепешку, которая была заготовочку. И перехожу домой кушать эти прекрасные блюда. Камешек вместе с подставкой я поставил в сторону. Пусть он остывает. Главное резко его не переохлаждать, например, не поливать ледяной водой. И тогда ваш камень будет служить очень долго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...